уважаемый зритель в очередной раз здравствуйте посмотрите что я вижу из окна автомобиля ну красиво согласитесь лужкова можно воспринимать по-разному но вот этот москва сити на самом деле очень красиво знаете это самое мне что это напоминает вот он как будто как в тумане какой-то мираж вот когда издалека на него смотришь серое небо и он весь серый обзорить как нарисован на самом деле здравствуйте уважаемые зрители мы вот на парке благополучно добрались очень сейчас вы ожидаю время сейчас мы будем встречаться ой большое спасибо вы себе не представляете вы себе не представляете какие у меня зрители нас прямо с вокзала с этого с повелецкого встретила галина и отвезла нас на своей машине до самого балабана стали мне очень понравилось подмосковье как бы я потом сейчас вот не время про рассказывать свои впечатления но они на самом деле для меня самый очень интересный балабана нас встретила ирина и отвезла до этнопарка здесь мы как раз встретились с надеждой которая страничка надежды мы встречаемся в кафешке сейчас посмотрим на дружка друг на дружку познакомимся поближе погода конечно сегодня подкачала потому что идет дождь нам пришлось балабанова купить себе плащи у нас был с собой вот такой у нас скромный столик там шашлык ассорти смотрите вот надюша узнаете вот лена коптева привет 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 между прочим эти сейчас одну вещь скажу можно сказать встречи века собрались и блогера татьяна сейчас она снимаю до татьяна за кадром надежда надю покажем мы твоего ребенка короче говоря на свои рельсы направляем конечно где ему больше нравится на красной площади и в кировской области на красной площади он рестораны любит такое жизнь кафе рестораны это первое наше включение завтра будет очень много всего интересного мы покажем нашу встречу мы покажем нас в конце концов даже что все сегодня очень устали просто встретились и отдыхаем не более никаких официальных встреч сегодня мы не объявляем завтра возможно мы выйдем в эфир мы пообщаемся готовимся свои вопросы мы на них с удовольствием поотвечаем и это будет ну наверное беспресекентная встреча надежда татьяна ну и я собственно говоря и мы все предстанем мы все предстанем знакомься это это супруг это супруг елена коптевой немножко засвечен на фоне на фоне фонаря и незаменимый видите елена коптева раскрывает все свои тайны с моей помощью я отобрала у нее телефон может нам выключится пока дальше все это не пошло да 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 все а а Субтитры сделал DimaTorzok Я отстала и хочу отсюда уйти, чтобы не зеликать, чтобы заснять вам видео о сегодняшних делах. Вот здесь, вот здесь мы живем. Вот здесь мы живем. Это как-то дом Индия. Субтитры сделал DimaTorzok Наконец-то могу разговаривать в полный голос. В принципе, не так уж и рано оказывается. 6.45. Но все еще спят. Ну, вчера, конечно, я начала снимать вчера вечером, а потом у меня катастрофически села батарейка на телефоне. Ну, и поэтому, естественно, ничего я не сняла. Не сняла, как мы вчера гулеванили. Ну, гулеванили – это в таком нормальном смысле слово. Мы как бы тут многоголи и творили сна. Мы здесь в Хатторе. Нам было очень весело подняться, посмотреть. Ну, в общем, как оказалось, все мы тут не такие нормальные, приличные люди. Вот мы очень долго искали кафе Глуш, куда нас там решили попить чай. Ну, пошли туда из-за того, что нам показалось дорого. Пить чай там, где мы до этого сидели. Ой, когда мне оказалось, что там вообще цены, конечно, уго-го. Ну, во всяком случае, не для моих доярочных зарплат. Ну, раз уж мы пришли, в общем, сейчас я все расскажу. Сейчас сяду вот на ту лавочку. Вот еще один не спящий есть. Так это, по-моему, наш, наш, наш. Оказалось, что нет, это не с нашей компанией, но очень похож. Ну, так вот, у меня тут в сумке обнаружился чек. В общем, смотрите, FreeFly. FreeFly, три куриных таких крылышка, ну, с луком. 350 рублей. Штрудель, груша – 350. Штрудель, яблоко – 350. И два компота сезонных. Ну, потому что надо было что-то пить, а чай там стоит 500 рублей. В общем, мне это обошлось – 1250. Вознаграждение официанта приветствуется, но всегда остается на ваше усмотрение. Вот так, как у меня оказалось – 1250. Вообще под расчет. Ну вот, официант от меня ничего не получил. Ну, как бы ладно. Надеюсь, что Наря с Леной его не обидели. Короче говоря, что я вам хочу рассказать о своих впечатлениях. Ну, на самом деле, мне очень понравилась Москва. Это очень, это очень красиво. Чисто и красиво. Все говорили про пробки. Ну, может быть, это была суббота, во-вторых, дождь. В общем, получилось так, что обошлось без пробок. Мне очень понравилось Подмосковье, потому что девушка, которая меня встретила, ее зовут Галина. Я вот про нее говорила в самом начале. Еще вчера, до того, как села у меня камера, она посадила нас на свою машину и отвезла в Балабаново. Ой, Подмосковье на меня произвело тоже очень хорошее впечатление. Знаете, какая вот основная мысль моих эмоций по этому поводу? Это то, что здесь, как сказать, здесь, здесь, здесь не провинция, что ли. Здесь, здесь нет депрессухи, правда. Вот это чувствуется. Во-первых, я не знаю, как вы, которые здесь живете, может быть, вы этого не замечаете. А мне, как приезжий, естественно, мне это очень сильно заметно. Я вот думаю, как мне телефон взять, чтобы послышнее было. Очень сильно заметно. Ну, во-первых, ну, то, что это качество дорог нормальное, по краям дороги все очень красиво и ухожено. Мне понравилось очень много вот этих всяких питомников, растений. Ну, прям питомники, питомники, один за одним. За эти сколько, я не знаю, сколько сюда километров, сто с чем-то. Но я не знаю, штуки четыре или пять питомников. Он, мужик, назад пошел. Ну, я одна, короче, шляюсь. Он еще как-то идет. Так, надо заткнуться, а то, Саша, что, тетка с ума посходила, что ли? Посидим, посмотрим вот на красоту. Смотрите, здесь такой пруд. Там, где мы вчера были, в общем, я так жалела, что села батарейка. А, не буду качаться, то он плохо видно будет. Там, знаете, такое озеро с пятью гусями. Лена Куптьева дала мне телефон. На, говорит, снимай на мой. Я тебе потом перекину. Ну, не знаю. Вот. И там, короче, плавают эти пять гусей, лодки на прокат. А, там дитё пришло, дуванчики какие-то рвет. Вот. Ну, в общем, здорово. Мы туда шли, шли, шли. Туда, как сказать. Наверное, специально, чтобы не забредали случайные посетители. Сейчас я вам поменяю ракурс. Вот так. Наверное, чтобы туда не забредали случайные посетители. То есть, просто так туда не пойдешь. Там надо обойти озеро. Там под такой, ну, какой-то крутой дорожки с фонарями. Там кафешка. Там жгут костер. Там шаман с бубном. Ну, как бы такая атмосфера. Там, представляете, внутри этого кафе мангал. Не мангал, а такой камин. Камин, камин. Камин с огнём. Попугаи сидят. Продают алкоголь. Ну, в общем, дорого там. Дорого, конечно. Для, как сказать, ну, для таких случайных посетителей. Ну, может, мне показалось, что дорого. Но там всё равно классно. Ну, так вот, про что я вам говорила. Я говорила, что здесь отсутствует депрессуха. Всё-таки близость к столице, она сказывается. Ну, как-то вот, ну, не пойму. Вот такое чувство, но у нас этого нет. У нас, как сказать, грязные обочины. Какие-то вот неблагоустроенные у нас там в степи. Большие расстояния. Здесь тоже расстояние немаленькие. Но, может быть, знаете то, что здесь всё-таки леса. По краям дороги леса у нас в степи. Мне, конечно, это очень странно было. Когда мы подъезжали на поезд, я смотрю, сколько у вас речек. Уже у вас столько речек. Вы что, в низине живёте? Насыпь, короче, железнодорожная. Такие крутые насыпи. Вот. И речки, речки, речки. Борщевик. Первый раз в жизни я увидела борщевик. Я сразу его угадала. Ну, потому что, чё же, я совсем, что, дремучая. Я же смотрела телевизор когда-то. Вот. Вика сразу полезла в интернет. Узнала, что он вызывает ожоги. Лена Коптева сказала, что она была жертвой этого борщевика. Видела борщевик. Потом, что меня ещё удивило, плантации вот этого Иван-чая. Кипрея. Ой, ну у вас же на самом деле заросли. Вы его за человека не считаете. А у нас его нет. И когда мы в прошлом году мне прислали его в подарок, мне очень понравилось. Я смотрю, что он у вас на самом деле растёт как сорняк. Да, вот здесь, в этот мир, меня довезла вторая девушка. Вот её звать Ирина. Ой, она сказала, она здесь живёт прям недалеко, совсем рядом. Вот. Она сказала, что здесь вокруг много церквей и монастырей. Вот. И мы должны сегодня съездить в один из монастырей. Не знаю, в какой янху. Вот, она была за мной заехать. Вот. А пока мы здесь, в этом номере, завтрак. Здесь с 8 до 11, кажется, надо пойти позавтракать. Кормят здесь. Ну, только завтраком. То есть в стоимость номера входит завтрак. И всё. Ну, здесь есть магазин. Она меня ещё завезла в покупочку. Как бы там кое-каких продуктов набрали, правильно сделали. Потому что кафе таскаться. Ну, дорого, что там говорить. Вот. И что ещё? Здесь красиво, на самом деле. Но это всё в одно видео не уместится. Иди отсюда. Вот. И я вам потом засниму. Там вот в другой стране. Там, это на домах. Мы вчера пока эту глушь несчастную искали. Вот эту кафешку. Походили там. Там такая печка русская. Здание русской печки. Ну, здорово. Тут внутри, я не знаю, сколько у меня видео выйдет. Наверное, здесь можно снимать много. Вот я хочу, чтобы вы составили представление об этом месте. Хотя, честно скажу, сначала мне оно не понравилось. Я ожидала большего. Как-то здесь вот, на мой взгляд, вы знаете, когда построено, вот недоделано, что ли. Ну, потом я, наверное, была сильно уставшая с поезда, с дороги. Потом, в общем, когда я отлежалась 30 минут в своём номере на кроватке, в бамбуковом номере в гостинице Индия. Ну, я как бы поменяла свои впечатления. После того, как встретилась с девчонками, вообще стало хорошо. А ещё мне нравится, что здесь холодно. Здесь на самом деле холодно. О, вон мужик на пропете стоит. Муэдзин, что ли? Вон там, короче говоря, караван-сарай. Я жалею, что телефоном не приблизишь. Он стоит на крыше и смотрит на восток. Руки в боки у него. Не, никак не получится вам снять. Ну, прикольно смотрится. Руки в бок ложи. Руки по swear Royal to Baker.